Здравствуйте, друзья! С вами Шварценпуп, он же просто Александр. Добро пожаловать в Клуб Анонимных Меломанов. Как я говорил всегда, вся музыка строится на определенных устоявшихся последовательностях. Естественно, что бесконечного количества этих последовательностей быть в принципе не может. На этом активно кормятся любители находить плагиаты где только можно. Поскольку каждое шоу must go on, явно их сходство когда-нибудь кончается и начинается ад. Предлагаю вам классический пример. Полные версии песен я прицеплю к посту ВКонтакте с этим видео. Пример каноничный. Если посмотреть чисто по нотам, пересечение только в гармонии в паре мест. Да в том, что бас уходит вниз. Дело, кстати, так до сих пор и не завели по прошествии аж 40 лет. Хотя почему-то собираются. Вообще есть легенда, что цепеллины слышали Таурус, ибо разогревали спиритов. Я бы лично все-таки сказал, что они скорее вдохновились, ибо сделали гораздо круче. Дальше перебора обычно Таурус никто не слушает. А надо бы, ибо всей клинической картины без этого понять нельзя. К вопросу о пересечениях в гармонии. Таурус Обзову это совпадением, ибо если и было копирование, хочу верить, что оно было неосознанным. Все-таки Клепаки – клевый чувак и хороший композитор с широким кругозором. Плюс к тому, свой стиль у него выработался, и претензий к нему я не имею. Да и в остальных композициях в Керандии ничего подозрительного замечено не было. А вот к кому претензии есть, так это к людям, которые сознательно берут аранжировку, звуки заведомо хорошей песни, изменяют пару нот и получают хороший воодушевляющий мотив для трейлера. Здесь даже не постарались замаскироваться. По паре нот в конце каждой фразы поменяли и зашибись. Даже автора сего шедевра я найти не смог, как не пытался. Поэтому к посту ВКонтакте я прицеплю композицию, которую засемплировали сами в Верб, за что и схлопотали иск. Колесо Сансары сделало оборот. А вот кто иск не схлопотал, так это Эндрю Ллойд Уэббер. Про него часто говорят, что он что-то тырил. Но дядька молодец. Куча бабусов и красавица-жена. Ачевмент анлокт. Но. Слышали? Автор песни Роджер Уотерс тоже слышал. А знаете, что он сказал? Хейл, Джизус! Услышал, не поверил. Тут же размер, та же структура, те же ноты. Ублюдок. Наверное, даже доказать можно. Но знаете что? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на суды с Эндрю Сука Ллойдом Вебером. Ну и маленькие ассоциативные лоузы напоследок, которые, кстати, и послужили толчком к созданию данного видео. Общего мало, хотя оно есть. Но жуть при этом нагнетается одинаково хорошо. К чему это? Ну а на этом месте должны быть какие-нибудь итоги. Я их выражу буквально парой фраз. Если кому-то кажется, что кто-то у кого-то что-то свистнул, то кое-кто из этих кто-то идет в суд. Если суд доказывает, что имело место ты или не, выплачивается компенсация и проставляется авторство. Если нет, идите нафиг. Ну а любителям поискать плагиат там, где его нет, рекомендую просто начать учить музыкальную теорию. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в паблик ВКонтакте, где вы найдете все композиции, о которых шла речь, ссылки в описании к видео. Да.